Супруги Дмитрий и Екатерина Голубь всегда вместе. Вместе идут на работу, вместе с нее уходят. Трудятся на одном крупном химическом предприятии Карачева. Дмитрий Голубь – профессионал с высшим образованием. Еще до переезда в Россию из Луганска работал по специальности. Однако известные события 2014 года вынудили Читу Голубь переехать на Брянщину. Когда техника уже выдвинулась по территории Луганской, Донецкой области, уже стало понятно, что ситуация достаточно серьезная. И мы вынуждены были покинуть эту территорию и приехать сюда. По соседству в лаборатории жена Дмитрия – Екатерина – изучает качество сырья. Здесь не так шумно, как в цехах, но работа не менее кропотливая. И хотя у Екатерины пока нет профильного образования, она постигает тонкости производства при помощи наставников. Работая здесь полтора года, по образованию я экономист, стала техником-химиком. Естественно, навыки новые пришлось добывать. Изучаем новые материалы и химию потихоньку изучаем. Все интересно. Еще одна из причин переезда в Россию – начавшаяся на Украине агрессивная языковая дискриминация. В семье говорят на русском. Заставляют детей, мы это видели, это тогда уже начиналось, заставляют обучаться на украинском языке. Это неправильно. Человек должен обучаться на том языке, на котором он думает и разговаривает и хочет обучаться именно на этом языке. Поэтому вот эта украинизация тоже лишняя. И мы сюда переехали, ребенок здесь учится, и никакого дискомфорта в школе тоже абсолютно нет. В Карачевском районе в программе переселения приняли участие 116 человек. Восемь из них зарегистрированы в этом году. Обрели работу через центры занятости 39 соотечественников. Многие из переселенцев получили единовременную денежную поддержку. Артемий Маркелов, Сергей Любецкий. События Карачев.